Всем привет! Мы сегодня с вами займемся поливом пересаженного растения орхидейки, которое мы вместе с вами ровно 3 дня назад, 3 суток прошло, пересадили в закрытую систему посадки. При распаковке нового растения я обнаружила, что у нее сломан цветонос. Ну, наверное, помните, недавно вышло видео. Вот, сейчас мы с вами ее обязательно польем. Я вам покажу в очередной раз, как я делаю первые поливы закрытых систем у себя дома, в коллекции. Как я поливаю первый раз орхидеечку после пересадки. Вот 3 дня, понимаете? Сейчас я вам покажу состояние корневой системы. Вы помните, что я ее вымачивала. Все у нее было хорошо. Корневая система, как мы с вами поняли, осмотрев корни, она была, конечно, маловато для такого количества листиков и для такого размаха листиков. Вот сейчас, через 3 суток, как выглядят корни на растении. Сейчас все сами увидите, посмотрите. Можно много рассказывать, достаточно один раз показать, и вы сами все поймете. Конечно же, вот в такой ситуации, грунт сухой, единственное, что осталось... Вот смотрите, керамзит, когда я пересаживала растение, он был мокрый, потому что я его всегда перед посадкой мою. И вот от керамзита серамис, который упал на дно, который мы добавляли в посадку, как один из влагоемких компонентов, он, видите, вот как делится увлажненный керамзит с нижними слоями грунта в посадке. То есть серамис, вот он мокрый, вот видите, более светлый серамис, он не влажный, а тот, который лежит на керамзите, он влажный. Так, ну давайте быстренько, поехали. Что я сейчас буду делать? У меня растение вымачивалось в HB-101. Я приготовила этот раз препарат, но я вспомнила, что я его вымачивала. У меня много пересадок, и я, вы знаете, не совсем помню. Тут пересмотрела видео, поэтому я его использовать не буду. Он не нужен. Три дня назад обрабатывала этого достаточно раз в 10 дней где-нибудь. Так, антистрессовый виталайзер прекрасный. Поэтому я взяла, вы знаете, вот температура воды прямо, она, знаете, она такая, ой, знаете, вот приятная-приятная. Я всегда поливаю орхидеи только теплой водой, не комнатной температурой, а чуть теплее. Давайте я вот так, чтобы не загораживать мне экран. Знаете что, я вам сейчас покажу, насколько я заполню колбу, вот эту закрытую. Это пластик, напомню вам, да, что мы пересаживали растение в пластик, закрытая система. Одновременно он выглядит как стекло. Очень такое кашпо интересное купила. Оно так вот с отливом таким красивым обработано, что кажется, как будто стекло. Но одновременно пластик. А мы знаем, что пластик, закрытая система на наших подоконничках. Он не переохлаждается так, как охлаждается, конечно же, стекло. Вот, поэтому, я так думаю, выглядит прекрасно. Ничуть не хуже, чем посадочка в стекле. Ну, вот, заполняем уровень, время, конечно. Но сейчас мы быстренько заполним, я отключаться не буду. Давайте я вам сейчас еще расскажу, значит, сколько у меня вода заполнена будет в этом кашпо. И сколько у меня грунт будет напитываться вот этой влаги. Я вам рассказывала, что вот эта кора, которую я сейчас использую для посадок орхидей, это от производителя. Я покупала кору, я ее тестирую. И я заметила, что эта кора очень хорошо подготовлена уже. То есть, она такая же, как орхиата. Я вам рассказывала при посадке этого растения. Раз она такая же, как и орхиата, то есть, влагоемкость у нее уже создана. Вот, я не знаю, как производители, значит, обрабатывают эту кору перед продажей. Технологическую, какую обработку делают. Но то, что я заметила, что кора достаточно быстро напитывает влаги. Вы сейчас увидите, вот она постоит. Значит, в результате того, что эта кора быстро будет поглощать поливочную воду и сама увлажняться, а потом с корнями делиться. Я буду, обычно я держу закрытые системы с водой где-то от получаса до 40 минут. Первый полив у меня, самый первый после пересадки. Вот эту кору я буду держать 15-20, не больше. Вот, а потом уже второй полив этого растения у меня будет проходить в зависимости от того, что я буду через какое-то время видеть в посадке у этого растения. Насколько влагоемкой, с прошествием времени остается эта кора. Поэтому, прям вот очень смотрите, вот видите, уже сейчас буквально остается 3 четвертых. Помните, как я вам показывала, как я буду делать поливчик, до какого уровня. Полностью не погружаю. Знаете, я не люблю, когда у меня вот опущенная шея, вот эта, вот, чтобы она у меня просто плавала. Вот, некоторые заливают колбы первым поливом полностью. Я так не делаю. Когда хорошая корневая система у растения, когда она целостная, вот эти корни, которые находятся уже в воде, они прекрасно за эти 15-20 минут поднимут в лаву на протяжении всего корня к листикам. То есть, они увлажняются. Веламен на этих корешках, он великолепно напитается. Вы видели, что при посадке практически целостность корневой системы этого растения, она была сохранена. Вот, значит, она сейчас у меня будет стоять. И пока будет заполнена колба водой, я сейчас вам покажу. Помните, обещала показать цимбидиум после пересадки, в которой мы вместе с вами все, смотрите, вот. Вот так. Объем, вот видите. Вот водичка 3 четвертых горшочка. Заполняем, этого достаточно. Так, отставляем в сторону. И я вам сейчас покажу цимбидиум, этот король орхидеи мой. Какой он у меня, как он растет после пересадки. Я вам обещала, кстати, вот это вот отломанный цветоносик. Вот бутончики тут распускает, вот эти два распустил. Вот этот не знаю, то ли он распускает, то ли он его отсушить решил, не знаю пока. Но, по-моему, собирается распускать. Цвет не меняется вот этой вот, вот этого стебелька. Так, ну и красиво он смотрится. Он так стоит у меня на обеденном столе. Круто. Сейчас я поднимаю камеру немножко повыше, показываю вам цимбидиум. Пока у меня орхидейка. Засекаем 15-20 минут, будем смотреть, как я уложусь во времени. Вот он цимбидиум, который мы вместе с вами на канале пересаживали. Вот, давайте посмотрим. Значит, я вам напомню немножко. Кому интересно, ссылку о пересадке цимбидиума в эту систему посадки оставлю под сегодняшним видео. И вы тогда посмотрите, какова была посадка, какой грунт я сделала этому цимбидиуму. И, конечно, мне, девчонке, я вам уже рассказывала, девушка, у нее свой канал, она написала, Светлана Джуз, по-моему, она мне написала, Ирин, ой, говорит, он сейчас, говорит, моментально у вас горшок обуздает корнями, вы просто, говорит, будете потом вынуждены опять его пересаживать. Ну, вы знаете, у меня так получилось, что высоковато сел, я сама это вижу. Но вот посмотрите, когда я пересаживала, корней не было видно вообще. То есть я, знаете, как вот таким вот куполом корни располагались, я их старый грунт удалила, таким контуром корешочки располагались. Я не стала их распутывать, чтобы не ломать. Просто вот так опустила в горшок и засыпала недостающим грунтом. Все, корней не было видно вообще вот здесь, по объему. Вот смотрите, что происходит. Конечно, корневая система у него, знаете, знатная. Вот, смотрите, корни уже сюда пошли. Хотела, в ближайшем будущем планировала на канале его пересадку, потому что я так понимаю, что действительно нужно мне уже ему больше горшок. И хочу еще по поверхности немножко постелить ему мха. Потому что поверхностные корешочки у него, ну вот они идут молодые в ростик, от молодых ростов. Но хотелось бы, чтобы они были как-то, знаете, посвежее выглядели. Это вот корни, с которыми я покупала. Напомню, что я, знаете, вот не жалею, стригла эти корни старые, некрасивые, гнилые. Потому что покупала полценки. Мне многие пишут, что вам просто повезло. Таких цен вот реально в Москве даже нет. Цимбидиума, они стоят что-то от 2000, наверное, и выше. Я купила полценки. Вот это кустище огромное за 500 рублей. Я просто ухватила его и бежать на кассу. Смотрите, молодых ростов очень много. В серединке они там вот располагаются в основном. Вот они в серединке. Вот они молодые росты, новые. Вот здесь уже пошли. Корневая система развивается, как вы сами можете видеть, очень-очень знатненько и хорошо. К сожалению, у нас сегодня пасмурная погода. И вот что смогу вам показать. Не стала доп. подсветку включать. Думаю, ну, получится что-нибудь. Все равно вы у меня все увидите. Глаза стенькие. Вот, смотрите. Вот они молодые росты. Вот он молодой рост. Вот он молодой рост. Вы знаете, здесь их... Ребята! Ну что? Что я вам говорю? Ну вот что значит подкормка орхидей. Посмотрите, он зацветает. Я сама только что увидела все. У меня щенячий восторг. Так, надо мне вам проключить сейчас подсветку дополнительную, чтобы вы увидели... Ой, все, не могу, меня трясет. Сейчас покажу. Все, включила я вам дополнительную подсветку. Смотрите сами. Это идет цветонос из бульбы. Вот она, видите, основная бульба. Вот она. Вот он цветоносик новый. А вы мне, некоторые скептики, говорили... Да что вы там дурью маетесь? Какими-то льдинками его обкладываетесь. Не дурью не маетесь. Делайте как положено. Выносите на холод и так далее. Ребят, реально, как он стоит в орхидеях, в спальне, на лоджии. Так и стоит. И все. И больше ничего. Единственное, что я делаю, это полив каждый раз удобрением органика, конское удобрение. И вот, значит, поливаю его. Я чередую удобрения, виды всякие. Гроумор поливала для цветения, стимулировала голубым удобрением. Поливала его удобрением красным Гроумор. То есть стимулировала на новые росты, новые росты корневой системы. Ой, слушайте, я не могу, у меня щенячий восторг. Вы, наверное, сейчас тоже ликуете. Посмотрите, вот он цветонос. А вы говорите. Мне просто, знаете, иногда бывают такие комментарии на канале. Ну, скептические люди относятся к каким-то моим подсказкам, моим методам работы с растениями. Есть такие люди, вот. Но я никогда, знаете, никогда не выскажусь в сторону какого-то человека в отрицательном каком-то плане, если я, например, сама это не проверю. Вот, понимаете? Поэтому обкладываю льдом. Я вам рассказывала, как это происходит. У меня видео есть на канале. Кому интересно, давайте я тоже в инфобоксе оставлю еще одну ссылочку на пересадку этого цимбидиума и на то, как я обкладываю его льдом. Вот. И вы знаете, ни один корень, когда я лед кладу, я не кладу его на корни. Я кладу его туда, на кору, где нет корней. И никакого холодного ожога у меня корни от цимбидиума не получают. Но одновременно цимбидиум идет в цветение. Посмотрите, какая красота. У меня, вы знаете, голос пропадает. Пропадать начал. Я такого не ожидала. Ребята, ну что? Ну что? Ну это просто класс. Спасибо тебе, мой дорогой. Мы все вместе на канале будем любоваться твоим цветением. Мы так ждем. Это цимбидиум сюрприз. Вот. И теперь мы будем, естественно, ждать, когда он выпустит нам вот эту долгожданную стрелку цветочную и процветет. Ой, боже мой, боже мой. Слушайте, давайте-ка еще посмотрим. Может, еще где-нибудь есть? Так, давайте еще покрутим. Может быть, еще где-то что-то, какое-то удивление есть у нас в центре. Может быть, что-то там цвести захочет. Ну вот, видите как? Что называется век живи, век учись. То есть, я уже не помню, где я... У меня цимбидиум первый. Я сразу вам говорила, что я не умею с ними общаться. Моя любовь фаленопсисы. Но так как я увидела по такой цене цимбидиум, я, естественно, его купила. Да вы что, ребят? По 500 рублей цимбидиум не продается нигде. С таким кустом, вот таким вот. Посмотрите, посмотрите. Вот видео он маленький. Он вот относительно меня, он огроменный. Вот, и понимаете, значит, все, что я ему сделала, это вот мой первый опыт общения с ним. Но важно, понимаете, как-то тоже чувствовать растение, научиться анализировать, посмотреть, что он хочет, что ему предложить. Каждый раз не уставать трудиться над растением, да. Это, ну, поливать его каждый раз с удобрением. Цимбидиумы, они знатные любители питания в поливочной воде. И мало те микроэлементы, которые содержатся в поливочной воде, просто чистой. Им нужно обязательно с каждым поливом подавать удобрение. Так, пока я снимаю, у меня прошло ровно 10 минут. Как у меня орхидейка. Ну вот, вы видите, какая красота. Я не могу, ребят, ну, слышите. Ну, посмотрите еще раз. Я же сейчас теперь все, я спать не буду. Краса, а он такой жирный, думает, что у меня там такой из пазухи торчит. А это у нас цветонос, ребят. Я просто кайфую. Ой, красота, красота неописуемая. Я его обожаю. Вот у меня первый опыт общения с этим благодарным растением. И он у меня, видите, какой позитивный, положительный. Поэтому, кто хочет, не бойтесь, покупайте. Ко всему можно приспособиться. Если есть желание, опыт придет. Поэтому, знаете как, кто боится, тот ничего не умеет. А кто стремится, тот умеет, знает и получает результат. Так, ну, у меня прошло, значит, 11 минут уже. Давайте сейчас я пока отключусь. И через несколько минуточек я включусь. И будем мы с вами сливать водичку с нашей орхидейки новенькой в закрытой системе посадочки. Я покажу, как я это делаю. Когда у меня обычно, у меня в закрытых системах, вы знаете, на поверхности всегда лежит мох. Это мне позволяет без всяких усилий, каких-то дополнительных, сливать воду с закрытой системы. Сейчас у меня кора. Естественно, когда я буду переворачивать горшок, есть вариант такой, что что-то посыпется. Это такая мелочь. Я вам покажу, как я это делаю. Ну, что называется, руки есть, все получится. Вот. Сейчас все отключается, и потом будем вместе с вами делать слив поливочной воды у нового растения. Так, все, постояли мы. Прошло 17 минут. Сейчас сольем воду и покажу, как напитались корешочки. Смотрите, для слива вот незащищенного грунта мхом в закрытой системе, нам нужно будет, естественно, перевернуть чуть-чуть на бочок вот это кашпо с цветком вместе. Можно использовать вот эти сетки, они сейчас везде продают, ну, горшочки идут вместе с этими сетками, которые я зачастую не снимаю с горшков, и у меня постоянно за эту критику, за это получаю критику в отношении со стороны, вернее, моих зрителей. Ирин, почему вы не снимаете эти сетки? Эти сетки для того, чтобы защищать, они вот так располагаются, вот так на горшках, для того, чтобы защищать горшочки от царапаний, когда производители их ставят один в другой. Я говорю, да ради бога, мне она нравится тем, что я когда беру вот горшок, например, мокрый, мокрыми руками, она у меня вообще не скользит, понимаете, у меня не скользят руки вот по вот этим гладким горшочкам. Как зачастую вот эти пластиковые горшочки, они очень скользкие, когда я работаю с ними мокрыми руками. И поэтому вот эти сеточки я не снимаю зачастую, у меня такое бывает. Можно вот так вот устелить вот эту сетку. Вот так берем, придерживаем и сливаем. Ничего не посыпется. Я хочу сделать очень просто. Я обычно так всегда делаю. Я просто-напросто кладу вот так руки, вот так, вот, положила руки и переворачиваю горшочек. Никуда. Вот спадает серамис, я сейчас его достану оттуда, выпадает немножко кора, никуда не денется, поверьте. Первый полив у орхидеи не останется, это серамис, вот не переживайте, потому что тот, именно тот, который на поверхности. В уровне дренажного слоя в закрытой системе, после первого полива, я никогда не оставляю воду. То есть у меня керамзит остается без уровня поливочной воды. Ну все. Никуда она не денется, все оно останется на месте. Иногда люди говорят, ой боже, как же вы с нее сливаете. Вот посмотрите, все на месте, вообще никуда, ничто не делось, все на месте, никуда не выпало. Вот, смотрите. Так, насколько корешочки у меня увлажнили, сейчас я вам покажу. Вот буквально, что у меня сыпался, это серамис, который, вот все, показываю вам. Вот, который на поверхности был, циафлорка и серамис. Можно добавить в горшок, можно вылить. Вот, затем, я вам говорю, второй полив у меня будет проходить по мере необходимости. Если я увижу, что кора не совсем готова еще, не совсем влагоемкая, то второй полив где-нибудь через 10-14 дней, нету среднего временного какого-то отрезка, не могу вам сказать об этом. Все зависит от ваших условий содержания ваших растений. Температура, влажность, освещение очень много влияет. Именно освещение. Потому что, когда корни орхидеи прекрасно чувствуют свет, растут, они очень хорошо продвигают поливочную воду по виламину и питают, естественно, основную листовую массу растения. Так, вот, смотрите, водички не осталось. Тут испаринка, потому что у меня вода очень хорошо тепленькая. Она где-то градусов 36-37 поливочная была, видите. Видите, насколько напитались корешки? Вот они чуть-чуть-чуть стали салатовыми. Они были серебристые и посеребренные. Вот чуть-чуть-чуть. Сейчас, вы знаете, она постоит еще где-нибудь полчаса после полива, и у нее корни станут хорошо зелеными. Поверьте, так и будет, потому что я уже проверяла, как происходит. Сейчас кора, сейчас серамис. Все компоненты грунта, которые увлажнены, они начнут делиться водой с корешками. Вот в этот момент главное в закрытой системе не переувлажнить корневую систему. Ну все. Если второй полив, у меня уже, я буду видеть, что через 10 дней, кора, в принципе, она уже, знаете, вы увидите, она поменяет цвет на другой. То есть она не будет вот такой светлой, какой-то с таким сероватым оттенком. Она уже будет другая. Вы увидите, вы поймете, о чем я говорю, кто будет именно заниматься посадками в закрытой системе. Да и не только закрытый. Двойной горшок. Та же самая история. Также я делаю эти поливы первые погружением. Первый, второй. Бывает одного достаточно. Так, ладно, я говорить о ней много. Тем более у меня я сейчас на позитиве. Я сейчас с цветоносом на цимбидиуме. Цимбидиуме, ребята, я не могу меня... Знаете, я знаю, что цимбидиумы, их дома фиг зацветешь. Все говорят, ну не цветет год, два, три. Да что ж такое? Почему он не цветет? Такой стоит слоник, а цвести не хочет. Я не знаю, что. Может быть, то, что я с ними постоянно разговариваю. То, что я предлагаю им разные варианты. В поливочной воде комбинирую удобрения какие-то. Ну, с добрым словом стараюсь с растениями общаться. Добрым словом. И поэтому, конечно же, я очень рада тому, что сейчас мы вместе с вами обнаружили на моем цимбидиуме. Повторяюсь, кому интересно посмотреть, что же, что же там такое я делала, когда обкладывала льдом его, можно пройти по ссылке и посмотреть. Давайте прямо вот возьму. Я не могу. Я сейчас вот, я, наверное, вообще от него не отойду. Что я такое делала, когда обкладывала льдом? Вот видите, вот он цветонос из пазухи. Вот она бульба. Вот она, видите? Листик. И все, вот этот цветоносик идет. Слушайте, ну красота. Я не знаю, что еще сказать. Я, конечно, очень благодарна ему за то, что он откликнулся на мой уход. Вот такое сегодня у меня и видео о уходе за фаленопсисом, за орхидейкой. И вот такое вот обнаружение, которое я сделала вместе с вами, сама того не подозревая. Буду заканчивать. Я надеюсь, вам понравилось. Желаю вам всего доброго, здоровья, благополучия. И увидимся с вами вновь на моем канале. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня. И всегда пишите мне очень хорошие, добрые и позитивные комментарии. И увидимся с вами вновь. Всем пока-пока. Смотрите, вот место расположения цветоноса на бульбе. Вот она идет отсюда. Из пазухи листика. Как он у меня стоит? Еще важное условие. Мало того, что мы даем им значительное количество подкормок. С каждым поливом, я уже вам сказала. И у меня, вот он у меня вот так стоит. Вот эти листики, смотрите, вот так. Он у меня смотрит к стене. Вот эта сторона. А вот эта сторона, там, где появился цветонос, он у меня прям вот так располагается. Вот лампа над ним висит. То есть я вам как-нибудь прям на месте покажу. Сейчас не могу. Там у меня пока комната занята. Вот я тут съемку веду в гордом одиночестве. Я вам покажу, как он у меня располагается. Вы знаете, вот это место, оно очень сильно освещено лампой, которая, знаете, где-то находится на расстоянии сантиметров 30 от этого места. Ладно, все, покажу на месте, расскажу. Уже как-нибудь в ближайшем будущем, когда буду делать обзорчики, специально уделю внимание цимбидиуму и покажу, как развивается у него эта моя радость. Появившаяся и которую я обнаружила, так получилось вместе с вами. Правда, ребят, вот клянусь, я его не видела. Ой, я его принесла сегодня утром сюда, подготовила к съемке. И я когда, я сейчас вот вместе с вами, я до речи потеряла. Я аж запнулась. Слушайте, ну это красота. Ой, я не могу нарадоваться и налюбоваться на него. Все, бедный мой муж. Он сегодня целый день будет слушать историю, что у меня на цимбидиуме появился цветонос. Я представляю. Он, наверное, смотрите, вот листочки надо протирать. Но сложно, сложно за ним мыть. Я его не ношу. Но вы знаете, я растение. Я иногда беру тряпочку и аккуратненько-аккуратненько протираю. Вот. Слушайте, я даже отключиться не могу. Но поверьте, как я радуюсь. Я надеюсь, вы мне хоть напишите, что вы тоже рады. Тоже будете наблюдать за этой красотой, как он зацветет. Я не знаю, как он будет цвести. Все. Мы в ожидании вместе с вами на моем канале. Продолжение следует...